Бюджет вот этого 17 года он самый тяжелый за последние 20 лет, потому что идет сильное урезание всех расходов на социалку и вдвойне печально то, что совершенно нет никакой защищенности, то есть по-прежнему статьи на неотложные медицинские какие-то препараты, на бензин для скорой помощи, приравненные к затратам на строительство фонтанов. То есть по значимости мы, как фракция КПФ, настаиваем на то, что должны стать бюджет защищенной социальной, это пенсия, и только потом можно уже тратить деньги на что-то такое более несущественное. Пока этого добиться не удалось, но мы настаиваем на этом. Второй момент, объясню простым языком, вот у нас уменьшается вклад в основной капитал. Если говорить по-простому, допустим, решили мы построить дом. У нас день от дня пропадают лопаты, пропадают совки, нет цемента, кирпича. У нас в России вклад в основной капитал упал за последние 7 лет с 18 до 8 процентов, хотя за рубежом считается норма 20 процентов. Без стройматериалов дом не построишь. У нас нет таких инвестиций в производство, поэтому вот в семнадцатом году какого-то подъема ожидать тоже не приходится. Но мы никогда не критикуем просто так, мы говорим о пути решения. Первый, самый легкий, доступный, это все-таки поднять налог, подоход налог для богатых лиц. За счет этого мы получим около пяти триллионов рублей и спокойно можем удвоить пенсию. Мы просто настаиваем на этом. Есть и другие пути, например, вот программы. У нас программа по строительству атомных станций. При этом мне заявляют, что выработки электричества в стране не будет увеличиться, потому что ее столько не нужно. После советской власти осталось столько у нас ТЭЦ, вырабатывать можно столько электричества, а заводов не осталось, что мы можем ее просто продавать. Но продолжаем строить АЭСы, в том числе даже плавающие, очень дорогие, и не хватает денег на пенсию. Пути решения есть. Мы предлагаем и пытаемся добиться, чтобы все-таки правительство прислушалось этим десяти шагам, которые предлагает Геннадий Андреевич. У нас есть реальные пути решения, мы настаиваем на этом. В этом 2018 году мы будем жить тяжело, но в течение года мы должны перенастроить систему, чтобы они приняли наши пути решения проблемы и, наконец, мы запустили производство в Россию. Это цель нахождения нашей фракции в Госдуме. Это бюджет совершенно неправильный, я даже не представляю, как можно за него голосовать. Буквально вот секрет про пенсионеров. Кто будет на пенсии в 2017 году, они будут получать на 269 рублей меньше. Теперь, с следующего года, чтобы получить накопительную часть пенсии, надо работать на 6 месяцев больше. Это еще первый шаг. Все единороссы голосуют за, но я понимаю, что это несправедливо, и, конечно, буду голосовать против.